Всем привет, с вами Павел и сегодня мы поговорим о WPS сервере, о том, что это такое, почему вам нужен WPS сервер, если вы торгуете советниками, как к WPS подключаться, запустить терминалы, оптимизировать работу, копировать файлы и так далее, так далее, так далее. Итак, что такое WPS или виртуальный сервер, либо, как его еще иногда называют, облачный сервер. Если максимально упростить, это словно удаленный компьютер, к которому вы подключаетесь, устанавливаете один или несколько торговых терминалов, запускаете торговый советник, либо несколько, ваши роботы торгуют на этом сервере, вы от него отключаетесь и можете смело выключать ваш домашний компьютер, либо играть на нем в игры, либо не беспокоиться о том, что кто-то из домочадцев нажмет случайно какую-нибудь не ту кнопку, или пропадет электричество, или пропадет интернет. При работе торгового робота на виртуальном сервере все эти нюансы нивелируются. Это удаленный компьютер со стабильным питанием, со стабильным интернетом, который обеспечивает бесперебойную работу ваших торговых роботов. Все сделки будут открыты, все сделки будут закрыты, что тоже зачастую немаловажно, и те самые миллиарды долларов, ради которых мы все сидим на Форекс, вами будут заработаны. Таким образом, ВПС сервер нужен тем трейдерам, которые используют в своей торговле советники, и хотят, чтобы торговые роботы торговали максимально стабильно. И никакие технические нюансы, такие как потери интернета, электричества, еще что-то подобное, им не помешали. Если вы торгуете руками, то, наверное, ВПС сервер вам не нужен. Где арендовать ВПС? Хостеров очень и очень и очень много. Пара рекомендаций будет под видео. В настоящий момент заграничных хостеров я рекомендовать не могу. Почему? Потому что у вас просто будут проблемы с оплатой в связи с санкциями, в связи с тем, что русские карты у вас не примут, и так далее, и тому подобное. Поэтому общая рекомендация, выбирайте хостеров, которые ориентированы на русских клиентов. Если есть какие-то сомнения по поводу способов оплаты для россиян, всегда на сайте хостеров есть какие-то подобные онлайн-чаты, где вы просто можете спросить, принимается ли к оплате карта МИР, например, либо еще какой-то способ оплаты, который вам удобен. Далее, есть традиционные хостеры, которые в целом изначально предназначены для веб-мастеров, то есть людей, которые создают сайты на серверах, какие-то проекты, приложения и так далее. Это традиционные хостеры. Также есть конторы, которые ориентируются именно на форекс и предлагают сразу то, что нужно именно для трейдинга. А в нашем случае это виртуальный сервер с Windows на борту, так как для того, чтобы установить метатрейдер, 4 или 5 нам нужна Windows. А у традиционных хостеров по умолчанию для WPS предлагаются различные вариации Linux. Вы можете выбрать Windows, поэтому не обязательно выбирать хостера, который именно ориентирован на форекс. То есть, грубо говоря, нам нужен сервер с виндой на борту. Windows сервер 2012-2019. В общем, чем новее версия Windows сервер, тем лучше, тем она меньше тормозит. По крайней мере, с Windows сервер это так, по моим наблюдениям. Итак, как пример, есть компания MyForexWPS. Как несложно догадаться, они предоставляют именно под форекс решения ориентированные. Есть, например, Selectel, известный хостер. Здесь вы слово Forex на сайте или трейдинг вряд ли найдете. И если у компаний, ориентированных на Forex, в принципе, сразу все понятно, предлагаются варианты попроще и мощнее, то у традиционных хостеров на что стоит смотреть? Раздел продукты могут называться виртуальные серверы, могут называться облачные серверы. Выделенные серверы, то есть физический сервер полноценный, вам не нужен, если только у вас не какая-то мега армия роботов. Но если у вас мега армия роботов, вы и без меня знаете, что вам нужно. APPS, виртуальный сервер, это облачный либо виртуальный сервер называется раздел. И здесь, допустим, у Selectel есть вот такой даже сразу конструктор. Можете сами задать, сколько вам нужно оперативки. И обратите внимание, у традиционных хостеров за Windows у вас может быть каждый месяц дополнительный лицензионный сбор. Причем у Selectel чем моложе система, чем новее система, тем этот сбор дороже. С Linux сервера выходят намного дешевле, но нам нужна Windows. По железу, по мощности сервера, если вы собираетесь установить один советник, то в принципе можете брать какой-то минимальный вариант, уж MetaTrader он потянет. Но в целом, естественно, чем мощнее сервер, тем большее количество терминалов он сможет поддерживать, тем более требовательных к ресурсам ботов вы сможете запускать. Бывают советники, которые дополнительно нагружают процессор. Но в целом, на что мы смотрим? Мы смотрим на мощность процессора, оперативную память. И если вы будете заниматься оптимизацией советников на сервере, то еще и SSD для ускорения процессов. Да, еще фишка. Оптимизация советника, сложного советника с большим количеством параметров, может занимать несколько недель. И вы этот процесс, для того, чтобы он прошел бесперебойно, можете запустить, если у вас позволяет мощность виртуального сервера, на виртуальном сервере, а не на домашнем компьютере. Что тоже очень и очень удобно. По количеству терминалов MyForexVPS пишут вот такие данные, что минимальный тариф у них 1.5 Forex. Терминалов 2 ГБ оперативки, 1600 МГц, одно ядро. На мой взгляд, их обещания, ну все-таки немножко рекламные. И уменьшайте эти самые ориентировочные данные процентов на 30. То есть, ну где-то здесь терминала 2.3 потянет к хорошему. Вот такой тариф потянет не 10 Forex терминалов, как они пишут, ну а где-то 7-6, ну и так далее. То есть, понимаем, что все-таки немножко рекламы присутствует. Процесс заказа и оплаты не представляет ничего сложного. Думаю, разберетесь, помните о том, что нам нужна Windows, если вы заказываете у какого-то традиционного хостера. Ну и чем новее версия Windows Server, тем лучше. Ну а остальные параметры, естественно, чем мощнее, тем лучше, ну и дороже. Как подключиться к WPS? В меню Windows выбираете все программы, стандартные Windows, подключение к удаленному рабочему столу. Либо просто в поиске находите подключение к удаленному рабочему столу. И можете перетащить значок этой стандартной программы куда-нибудь на рабочий стол. После оплаты сервера вам на почту в письме придут данные для доступа к этому серверу. Вам пришлют вот что-то подобное. IP-адрес сервера, логин и пароль. Логин чаще всего администратор, может быть по русски, может быть по латиницей. И обратите внимание, когда будете подключаться, вам так и нужно вводить. Если присылали на русском, значит на русском. Если присылали латиницей, значит латиницей. Иногда IP-адрес сервера может быть вот в таком формате. Не просто число, точка, точка, а еще на конце двоеточие. Это тоже нормально. Итак, запускаем подключение к удаленному рабочему столу. Вводим IP-адрес нашего сервера. И сейчас мы сделаем парочку важных настроек, которые нам в дальнейшем понадобятся. Нажимаем вот эту вот штучку «Показать параметры». И здесь есть вкладки «Экран». Можно в миниатюре запускать удаленный компьютер. Локальные ресурсы. Вот это нам понадобится. Принтеры, ну не столь обязательно. А вот пуфер обмена нам нужен для чего? Чтобы копировать файлы через «Копировать» и «Вставить». И по кнопке «Подробнее» стоит отметить, какие диски у вас будут доступны для копирования с вашего компьютера на виртуальный сервер. Нажмем «Ок». Краметры звука нам не понадобятся. Ну, в принципе, и все. После того, как мы все настроили, имеет смысл сохранить наше удаленное подключение. Давайте назовем его «VPS». «Сохранить». Для чего? Теперь мы можем по вот этому сохраненному подключению два раза кликнуть мышкой. И сразу нам предложат подключиться, не вводя IP-адрес к нашему компьютеру. И сразу у нас уже буфер обмена задействован. Все настройки произведены. После того, как вы нажимаете «Подключить» к удаленному рабочему столу, у вас обязательно вылезут какие-нибудь ошибки. У меня ни разу не было, чтобы при подключении к какому-либо ВПС домашний компьютер не вырещал, что что-то там ему не нравится. Всегда ему что-то там не нравится. Поэтому забейте и жмите «Да». У меня пароль был сохранен, поэтому сразу произошло подключение. А так у вас, конечно же, попросят ввести пароль. И при первом подключении вы увидите в целом вот такой пустой рабочий стол Windows. Ну, у меня тут запущены терминалы. Но в целом у вас будет кнопка «Пуск», «Интернет-эксплорер», «Мой компьютер», где вы сможете просмотреть, допустим, размер жесткого диска, сколько на нем доступно места, какие установлены программы, папка Windows. В общем, все точно так же, как на вашем домашнем компьютере, если бы вы переустановили Windows. То есть он пустой. Нам нужно установить какой-то человеческий браузер, например, Google Chrome, установить терминалы, советники и отключиться от сервера. У виртуального сервера есть вот такой вот мини-интерфейс, где вы можете свернуть виртуальный сервер полностью. И он будет виден как отдельная программа на вашем домашнем компьютере. Нажимаете его, и снова вы внутри вашего удаленного сервера. Можно это окошко сделать более миниатюрным. Ну, а если нажмете на крестик, то вы отключитесь от сервера. Но все, что у вас на нем запущено, продолжит свою работу. Чтобы установить терминал, либо браузер Chrome, либо еще какую-то вспомогательную программу, которая вам нужна на удаленном сервере, вам понадобится какой-то файл. Как получить нужный файл на WPS. Зайти в браузер на WPS и скачать его с того сайта, на котором данный файл находится. Допустим, с нашего сайта. Какой-то файлик с форума, советника, либо еще чего-то. Либо с сайта брокера. Терминал скачать, установочный файл. Либо, так как мы в настройках нашего подключения к WPS добавили доступ к буферу обмена, то мы просто можем копировать файл и вставить. Вот давайте пустой текстовый документ. Тест 1. Напишем внутри тоже тест, чтобы было видно, что это тот самый файлик. И мы можем просто его перетянуть. Не можем, но по какой-то странной причине. Но мы можем выбрать копировать, вернуться на удаленный сервер и вставить. И вуаля, появился наш текстовый документ. И это тот же самый текстовый документ. И вот написано тест. Таким образом можно копировать любые файлы. Либо же установить на виртуальный сервер одну из систем облачного хранения, которой вы пользуетесь. Например, Яндекс.Диск. Закинули на Яндекс.Диск какой-то файл на домашнем компьютере. И вуаля, он появился в легком доступе на виртуальном сервере. Это удобно для файлов, но еще и очень-очень удобно для установки терминалов. Именно таким образом через систему облачного хранения, например, Яндекс.Диск, я и советую устанавливать терминалы на удаленный сервер. Конечно же, на удаленном сервере все в целом надежно, но не на 100%. Может быть такое, что сервер переглючит целиком и полностью, и вам придется писать техподдержку, вам его переустановят, и у вас будет на сервере пусто. Либо же вы захотите сменить хостер, а у вас уже установлено 15 терминалов. И переустанавливать все, настраивать заново советники, это долгий процесс, трудозатратный. Поэтому мы заранее подстрахуемся и будем устанавливать терминалы в портативном режиме на Яндекс.Диск. Прежде всего, вам понадобится установить Яндекс.Диск на домашний компьютер. В Яндекс.Диске я создал папку Forex. Давайте вначале установим Яндекс.Диск все-таки на наш ВПС в браузере. На ВПС набираем Яндекс.Диск, скачиваем, запускаем. Все как на обычном компьютере. Скриншоты и заметки нам явно не нужны. Готово. И далее вам нужно будет ввести ваш логин и пароль в Яндексе. И вот появляются наши папки, которые у вас были на Яндекс.Диске. И нашу папку Forex находим и выбираем сохранить на компьютере. На нашем домашнем ПК папку Forex тоже не забываем сохранить на компьютере. Скачиваем с сайта брокера МТ4 или МТ5, что вам нужно. Запускаем установочный файл и жмем настройки. Папка установки. Жмем обзор. Выбираем тот локальный диск, где у вас находится Яндекс.Диск. И здесь находим папку Forex. Внутри нее нам нужно создать новую папку. Жмем создать папку и пишем название, понятное для терминала. Кмю, Майбокс будет у меня по имени советника. Скорее всего у вас впоследствии будут на сервере несколько терминалов от одного брокера, поэтому стоит по-разному называть папки установки, чтобы, во-первых, не путаться, и чтобы все установилось куда нужно. И папку программы также стоит назвать одинаково, как и папку установки, просто чтобы не путаться. Жмем далее. И происходит стандартная установка платформы. Находим его ярлык на рабочем столе. Вот он. Открываем папку Яндекс.Диска, где у нас находится данный терминал, куда мы его установили. TechMill MyBox. Переносим ярлык. Не копировать, а именно вырезать папку с установленной программой на Яндекс.Диск. Далее нажимаем на ярлык правой кнопкой мыши. Выбираем свойства. Раздел ярлык, который по умолчанию открывается. Находим поле объект. Здесь щелкаем мышкой конец строки. Жмем пробел. Это важно. И далее прописываем латиницей. Slash. Portable. Жмем применить. После того, как мы прописали portable, то есть сделали установку терминала портативной, все файлы терминал теперь будет сохранять в эту папку на Яндекс.Диске, а не куда-то там в мои документы на компьютере. Можно сказать, что мы установили терминал на виртуальную флешку. Теперь возвращаемся в наш виртуальный сервер. Запускаем Яндекс.Диск. Открываем. Жмем обновить, если в папке Forex ничего не появилось. Либо же выйти из приложения и заново его открыть. У меня вот почему-то сейчас не появилось. Далее находим папку на виртуальном сервере с нашим свежеустановленным MT4. Вот называется. Tickmill MT4 My Box. Сейчас находим ярлык, отправим ярлык на рабочий стол. Ну а далее таким же способом устанавливаем все остальные терминалы, сколько вы хотите установить на виртуальный сервер. Конечно же, вы можете скопировать установочный файл терминала просто сразу на VPS и установить напрямую на VPS, так же, как вы бы устанавливали на свой домашний компьютер. У меня так ряд терминалов установлены. Вот они установлены, да, тут несколько альпари МТ4. Но, поверьте, у нас случалось такое не раз. В разделе роботест на сайте у нас используется 4 VPS. И бывало такое, что один из VPS приходилось или сменять хостера, или просто что-то переключивало, и нужно было устанавливать все заново. И это очень и очень большой геморрой, когда у вас много советников. И с тех пор мы все устанавливаем только в облако, так как на новом VPS достаточно установить облако, загрузятся все файлы, вы запускаете все терминалы, и все работает. Поэтому можно, конечно же, устанавливать напрямую на VPS, но лучше устанавливать в облако. Итак, терминал мы установили. Вот он наш облачный терминал. Теперь давайте установим советника. Итак, есть файл советника, он у меня на домашнем компьютере. Что можно сделать? Можно добавить его на Яндекс.Диск, копировать. Вот в ту же папку Forex давайте его добавим. Вставить файлик небольшой, 61 килобайт, загрузился быстро. Переходим на сервер. Вот у нас подкачивает Яндекс.Диск. И в папке Forex появился наш файлик. Теперь я могу его перетащить на рабочий стол, ну или сразу с Яндекс.Диска скопировать в папку с терминалом и пользоваться. Либо же, давайте удалим из Яндекс.Диска. Можно этот файл просто скопировать, копировать и на VPS вставить на рабочий стол. Вот он находится. И далее устанавливаем, как обычно, как бы вы устанавливали в терминал на вашем обычном домашнем компьютере. Выбираем «Открыть каталог данных». И обратите внимание, открылся каталог данных на Яндекс.Диске. Находим папку MQL4, Experts. И вот сюда нам нужно поместить советника. Все как обычно. Копируем файл в папку с советниками нашего терминала и закрываем. Теперь обратите внимание, так как у нас терминал установлен на Яндекс.Диске, то все изменения, которые мы проводим, допустим, на виртуальном сервере, они у нас отображаются и на домашнем компьютере. Вот папка MQL4, Experts. И вот он, MyBox, файлик советника. Опять же, если у меня полетит VPS и придется все устанавливать заново, то я просто запущу Яндекс.Диск, все скачается, я запущу все терминалы, в них уже будут установлены все советники, все проверю, все подколлектирую в случае надобности. Но это намного сокращает время на установку терминалов. Ну и опять же, я могу с домашнего компьютера очень быстро запустить терминал, в случае чего какие-то ордера вручную подколлектировать, закрыть, например, если вдруг к VPS нету доступа. Итак, советник мы скопировали, перезапускаем наш терминал, устанавливаем советник на нужный график, нужный таймфрейм, настраиваем, все как обычно. После того, как установили советник и он работает, то закрываете соединение с утреным рабочим столом, и советники продолжают работать уже у вас на сервере. Домашний компьютер полностью доступен для каких-либо других действий. По каким-либо причинам может произойти такое, что сервер перезагрузится, вы будете думать, что у вас советники торгуют, потом через несколько дней зайдете, а у вас просто синий экран, рабочий стол и ни одного запущенного терминала. Чтобы избежать подобного казуса, следует добавить все или наиболее важные терминалы с наиболее важными для вас советниками в автозагрузку, чтобы в случае перезапуска сервера они запускались автоматически. Для этого заходим «Пуск», «Все программы» и находим раздел «Автозагрузка». Здесь пусто. Щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем «Открыть». И сюда мы копируем все ярлыки всех терминалов, которые мы хотим, чтобы запускались автоматически. Копировать, вставить и также все остальные ярлыки всех остальных терминалов, которые должны запускаться автоматически. У какого бы хостера вы не заказали себе WPS-сервер, все равно есть вероятность, что однажды он окажется недоступен, неработоспособен по каким-то техническим причинам, и ваши советники просто прекратят работу. Как вовремя узнать о неполадках на сервере, о том, что он не работает? Есть замечательный сервис, который называется PinkAdmin, находится по адресу pinkadmin.com. И что он делает? Он регулярно проверяет доступность вашего сервера или сайта, ну, в нашем примере сервера, и в случае, если он недоступен, то вы можете получить уведомление на email, либо SMS-кой, и, соответственно, оперативно принять меры. Написать техподдержку хостера, проверить, естественно, самостоятельно, действительно ли сервер недоступен и так далее. Сервис очень и очень дешевый, после регистрации у вас на счету будет 1 доллар для проверки сервиса, и этого хватит на целый месяц работы. Да, то есть сервис примерно 1 доллар в месяц стоит. После регистрации, после того, как вы залогинитесь в личный кабинет, стоит настроить контакты для уведомлений, например, электронную почту, телеграм или телефон для SMS. Вот в настройках справа можно все это добавить. Далее находим раздел задачи, добавить новую, тип проверки. Выбираем telnet. Далее у меня IP-адрес сервера выглядит таким образом, где после двоеточия 40.0.15 это номер порта. Поэтому мы оставляем только то, что было до двоеточия. Номер порта копируем в поле порт. Удаляем двоеточие. Периодичность проверки раз в час нам более чем достаточно. Отправлять уведомления оставляем только после второй подряд ошибки, чтобы в случае какой-то технической неполадки кратковременной не получать ложные тревоги. И куда отправлять уведомления? Выбираем, у меня электронная почта указана. Также можно добавить несколько контактов, например, получать уведомления и на электронную почту, и по SMS или в телеграм или еще куда-то. Алгоритм проверки оставляем авто и нажимаем добавить. Задача успешно добавлена. Если адрес для подключения к серверу вам хостер выдал безо всяких двоеточий, то есть без уточнения номера порта, то заполняем все следующим образом. Указываем IP-адрес, проверка раз в час, email для уведомлений, а порт указываем 3389. И вот, как видите, задача успешно добавлена. Это другой. VPS-сервер, который мы тоже используем. Вот список задач. Вот наш первый сервер и второй сервер. Все проверяются. И в случае, если один из них будет недоступен, я получу email. Пара слов об оптимизации ресурсов VPS. За все ресурсы на VPS мы платим, и поэтому разбазаривать их на какие-то лишние процессы совсем не имеет смысла. Если вам для торговли советникам требуется только один график пары канадец йена, ну в данном случае, то остальные графики с индикаторами и прочим лучше закрыть. А также все пары из обзора рынка тоже лучше скрыть. Возьмете правой кнопкой мыши и выбираете скрыть все символы. У вас останутся, ну вот, фунт недавно закрытый и, собственно, кат йена. Все. Если у вас есть какое-то странное желание дополнительно анализировать рынок, накинуть на график с советником какие-то индикаторы, линии Боллинджера, фракталы, еще какую-то фигню, не надо. Если вам так хочется следить за ценой, делайте это со всеми этими индикаторами на вашем домашнем компьютере или со смартфона или где угодно. Но ресурсы ВПС на вот эту фигню не разбазаривайте. Чистый график, советник, никаких лишних символов в окне обзор рынка, так как это забивает и историю терминала. Жесткий диск у нас тоже ограничен, не стоит об этом забывать. Это немножко грузит и процессор нашего сервера, который, скорее всего, у вас будет не самый мощный. Поэтому все лишнее удаляем. Что стоит проверять периодически? Тот самый жесткий диск, который может кончиться и у вас может просто-напросто зависнуть винда. Если места мало, меньше 1 гигабайта, то старайтесь что-то почистить или даже можно просто написать хостеру и он вам добавит несколько гигабайт дополнительного места. Также в диспетчере задач стоит отслеживать быстродействие, нагрузку процессора, памяти. И если вдруг она близка к максимуму, то значит нужно освобождать ресурсы. И не стоит забывать про обновления Windows, которые на сервере тоже надо устанавливать. Важные. Почему? Потому что однажды ваш сервер может без этих обновлений зависнуть. У нас такая ситуация была. Это не выдумка. Поэтому эти самые обновления лучше устанавливать и делать это на выходных. Если после обновлений сервер оказался недоступен, то пишите в техподдержку и вашу проблему решают. Вот у меня сейчас висит одно обновление. Я его устанавливаю. Точно так же, как на обычном домашнем компьютере. И на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно и помогло научиться пользоваться VPS сервером. VPS сервер, как вы поняли, незаменим для тех, кто использует в своей торговле. Советники на какие-то более-менее заметные суммы. Ну а у меня на это все. С вами был Павел. Специально для сайта telab.com. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok